В последнее время упоминания о Карагайском районе в средствах массовой информации все чаще и чаще связаны со скандалами в лесной отрасли. Но на наш взгляд гораздо интереснее история Карагайского района, где пересекаются целые цивилизации. В начале второго тысячелетия нашей эры здесь, на берегу реки Обвы, существовало крупное укрепленное поселение. Крайний восточный форпост Волжской Булгарии. Археологи регулярно проводят здесь раскопки и находят много интересных вещей. Мы тоже нашли кое-что, вот эту подколу. На счастье. Мы там нашли несколько жилищ, ну остатков естественно этих жилищ. Мы нашли там вход в подземный ход и выход из этого подземного хода в обрыве, который выходит к Обве. Мы нашли там три гончарных горна, то есть это крупная гончарная мастерская древняя была. Мы нашли там несколько металлургических горнов, то есть это еще и крупный железообрабатывающий, медиплавильный, бронзолитейный центр. Волжская Булгария Волжская Булгария – крупное государство, существовавшее на Средней Волге и Нижней Каме до XIII века, когда в результате нашествия монголов его территория была захвачена и вошла в состав Золотой Орды. Древнее волжско-булгарское поселение располагалось в нынешнем Карагайском районе, вблизи современного села Рождественского, по имени которого и был назван археологический комплекс. Мы выдвинули предположение, с которым многие специалисты в археологии и истории Ургарской Болгарии согласны, что на месте Рождественского комплекса в X-XIV веке существовал небольшой булгарский городок Касаба по-персидски, который известен в источниках булгаро-арабских, восточных, как Касаба-Авкула. Значит, Авкула в принципе можно переводить как поворотная крепость, то есть до этого места ходили булгарские торговые караваны. Государственной религией волжской Болгарии являлся ислам. И в ходе раскопок на Рождественском городище здесь были обнаружены зримые приметы мусульманской цивилизации. Рядом с валом Рождественского городища, то есть в соответствии с теми правилами, которые были приняты в Волжской Болгарии, находилось мусульманское кладбище. И у нас среди находок есть фрагмент свеца мечетного хороса, так называемого, имеющего аналогии с находками в городах Волжской Болгарии. Мечетный святец, то, видимо, была и мечеть какая-то, ну или молильный дом. Получается, что Касабо-Авкула – это самое северное мусульманское поселение в Восточной Европе до монгольского времени. На территории Рождественского городища были также обнаружены предметы христианской цивилизации – нательные крестики XII-XIII веков. Что, вероятно, указывает на то, что не просто торговые связи какие-то были с Русью, когда туда ездили местные купцы. Ну и, видимо, русские торговцы приезжали тоже. Может быть, здесь они какое-то время и жили, значит, вот в перерывах между поездками, ну, для организации торга. Таким образом, на территории Рождественского комплекса в XII-XIII веках встретились две религии – христианство и ислам. Может быть, именно в таком сочетании мы можем представлять себе Рождественский комплекс как некое место, где зародилась характерная для Пермского края до сих пор толерантность, в том числе и религиозная толерантность. С XVI века земли современного Карагайского района заселяются русскими переселенцами. И в XVII веке здесь уже существует ряд сел – Рождественское, Воскресенское, Юрическое, Обвинское, Карагайское. В 1686 году в селе Обвинском основывается Успенский мужской монастырь. К этому предшествовало появление образа Божьей Матери, которая повелела идти крестным ходом, нести свою икону. И сейчас, где Обвинский монастырь находится, там поставить именно монастырь, и чтобы каждый раз это проходило. Успенский монастырь просуществовал до второй половины XVIII века. Когда был закрыт? В целях экономии государственных средств. В начале XX века, в 1905 году, его открывают вновь, но теперь как женский монастырь. После Гражданской войны большевики закроют монастырь, как казалось навсегда. Но в 1998 году Обвинская женская обитель и традиции проведения крестных ходов возрождаются. Ходит каждый год до села Обвинского, люди несут икону впереди и завершают уже на Успение Божьей Матери празднованием данного события. В 70-х годах XVIII века, в царствовании Екатерины Великой, по Уралу и по Волжью разрушительным вихрем проносится бунт Емельяна Пугачева, самозванца, выдававшего себя за чудом спасшегося мужа Екатерины, императора Петра III. На территории Карагайского района бесчинствуют банды башкир Салавата Юлаева, одного из главных пугачевских подельников. Местные жители при помощи казаков защищались как могли. Главным центром сопротивления пугачевцам в Обвинском районе стало село Юрич. Люди сбегались именно в село Юрич, потому что там была каменная ограда, и под осенью храма люди спасались от этих набегов и разорений. Туда были пущены также казаки, которые защищали это село. Героическое сопротивление и самоотверженность обвинцев вынудили пугачевцев уйти во свояси. Хотелось бы это все у нас в истории как-то оставить какой-то след, и в память о тех, которые защищали не только веру, но и, можно сказать, свое отечество, как-то это увековечить в памяти хотя бы восстановлением храмов для поминовения не только наших тех предков, но и о будущем нашем. В 1781 году по указу императрицы Екатерины Великой на территории Урала возникает Пермское наместничество и основывается губернский центр, город Пермь. Ряд городов и некоторые села при Камье становятся центрами уездов, на которые делится наместничество. Один из таких центров создается на территории современного Карагайского района. В конце 18 века Обвинск 15 лет является уездным центром Пермьского наместничества. Затем его статус несколько снижается, но крупные события в городе все-таки происходят. Два раза в год здесь проходят конные ярмарки и даже вводят специальную породу Обвинка. Сейчас про нее практически уже никто не помнит. В начале 80-х годов 18 века городничем Обвинского уезда является друг пермского губернатора Ламба барон Йоганн Штенгель. Именно здесь, в Обвинске, у него рождается сын Владимир, будущий декабрист. Историческая память порой бывает несправедлива. Династия баронов Штенгеля дала Германии и России целую плеяду выдающихся государственных деятелей, министров и губернаторов. Однако самым известным представителем рода стал государственный преступник, декабрист, заурядный и незадачливый человек Владимир Штенгель. Обвинск и его ближайшие окрестности являлись государственными землями. Однако большая часть современного Карагайского района находилась в частном владении и входила в состав огромной водчины знаменитого рода Строгановых. Строгановы всегда заботились о хозяйственном развитии и процветании своих водчин. Так в конце 18 века здесь, в селе Нердва, барон Александр Николаевич Строганов создает железоделательный завод. Заботились Строгановы и о духовном просвещении своих крестьян. В частности, София Владимировна Строганова в 20-30-е годы 19 века распорядилась построить ряд церквей, в том числе и вот этот храм, освященный в честь Александра Невского и святителя Василия Великого. На это не жалели средств. И в основном строительством этих церквей занимались, опять же, крепостные архитекторы, оформлением крепостные художники, которые обучались в иконописных мастерских имениях. Наряду с Васильевским храмом в селе Нердва в те годы возводятся прекрасные церкви в классическом стиле в других строгановских селах – Карагайском, Рождественском, Воскресенском, Юрическом. Строителем, если не всех, то большинство из них, становится талантливый крепостной архитектор Трифил Тудвасев. Прихожанами храма в большом и богатом селе Воскресенском были жители многих окрестных селений. Село Рождественское, оно тоже было из числа наиболее богатых сел. Народ там тоже был очень просвещенный, ходили постоянно тоже в церковь, на большие праздники собиралось очень много народу. В настоящее время большинство храмов Карагайского района – прекрасные жемчужины классической церковной архитектуры – пребывают в крайне плачевном виде. Все это является разительным контрастом по сравнению с тем, как здесь жили сто лет назад. Духовная жизнь, как видно из старых фотографий, здесь была на высоком уровне. И люди не забывали своих предков, постоянно посещали могилы своих предков, старались на все праздники, связанные с родительским поминанием, приходить, почитать своих предков. Чего не скажешь о сегодняшнем дне, когда вера оскудела в людях. Заслуги Строгановых не ограничивались строительством заводов и церквей. Помимо духовного просвещения, Строгановы проявляли всемерную заботу о развитии светского образования в своей вотчине. Во многих селах, в том числе в Карагае, открывались начальные народные училища для крестьян и приходские училища, дававшие полноценное среднее образование строгановским служащим. Главная заслуга в создании системы образования в Строгановской вотчине принадлежит мудрой и просвещенной владелице имения, графине Софье Владимировне Строгановой. Конечно, Софья Владимировна Строганова – это личность, выдающаяся. И именно благодаря ее деятельности в имении была создана вот эта система образования. Именно она создала большое количество вот этих учебных заведений и наблюдала за их образованием, за их деятельностью в имении, отслеживала это все. Строгановы уделяют большое внимание и развитию социальной сферы в своей вотчине. Еще социальная стабильность в целом в отчинах, для которой Строгановы тоже многое очень сделали, приняв ряд специальных нормативных актов, которые давали определенные социальные права, льготы, привилегии своему населению крепостному, страхование, больницы, сеть больниц. Все это приводит к созданию уникального региона в Российской империи. Строгановский регион, так назвал его в свое время известный наш исследователь, пермский ученый, всю жизнь посвятивший изучению горнозаводских вотчин прикамских, Валислав Владимирович Мухин. Благополучная жизнь Строгановских сел заканчивается в 1917 году. Большевики, захватив власть, уже в 1918 году проводят репрессии в Строгановском регионе. Закрывают храмы, убивают священников и мирян. В 1919 году Обвинский край ненадолго освобождают белые войска адмирала Колчака, но вскоре красные возвращаются. Летом 1919 года белые вынуждены оставить территорию перекамья. Отступая, они ведут отчаянные арьергардные бои. И в частности здесь, в районе села Воскресенского, и в районе окрестного села Рождественского, они даже наносят поражение некоторым группировкам красных. Но все же отступление не минуло. В 1918 году служба в храме села Воскресенская была завершена. Тогда расстреляли священника. В 1937 году храм был окончательно закрыт. Тогда же, в 1937 году, местные активисты пытались залезть на колокольню храма и сломать крест. Много раз залезали, расшатывали его, но так и не смогли сломать. С той поры крест стоит и возвышается над некогда богатым селом. Напоминание о том, что бывает с теми, кто не помнит своего родства. В данном моменте храм находится в удручающем состоянии. И нависает темным крестом над народом. Если, как говорили раньше старики, оставится храм, а будет заброшен, то и жизнь людей пойдет в нехорошую сторону. Поэтому нужно нам как-то это все запоминать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова